Шествие Бессмертного полка было отменено по вполне понятным причинам. Первая причина. Обе эти причины связаны с тем, что, безусловно, в этом шествии, конечно же, стали бы принимать участие в том числе и родственники тех, кто погиб сейчас на этой войне. И количество этих новых участников по сравнению с тем, кто несет портреты погибших во время Второй мировой войны, может оказаться огромным. И, по сути дела, это могло оказаться некоторой переписью погибших. Ну, частично, конечно, все погибшие не будут участвовать, но какая-то массовость может присутствовать. И это, естественно, не в интересах режима путинского, который скрывает число погибших, как очень важный аргумент в информационной войне. Погибших на порядок неизмеримо больше, чем называется эта официальная цифра. Это раз. А второе, я не исключаю, что в Кремле, в администрации президента, все-таки не все дураки. Многие подозревают, что, возможно, вполне во время шествия бессмертного полка конфликт между теми, кто несет портреты своих родных погибших во Второй мировой войне, в справедливой войне, в войне по защите своего отечества. И вот в этой войне, где Россия выступает в роли Третьего рейха. И вот соседство с такими, так сказать, погибшими, фактически фашистами, которые пытаются оккупировать Украину и убиты в процессе оккупации, я думаю, что у родственников, погибших во время Второй мировой войны, скорее всего, не вызвало бы восторга. По крайней мере, у какой-то части. И возможные конфликты, безусловно, выплеснулись бы наружу, и поэтому это шествие было отменено.